Рамзан Кадыров объявил кровную месть миллиардеру Сулейману Керимову. Да, так и сказал. Я официально объявляю кровную месть Керимову. Это на минуточку не только бизнесмен, но и сенатор Российской Федерации. Ну, непонятно, он говорит, но я вам поясню, он там еще упоминает имена. Это два депутата Госдумы, Бекхан Барахоев и Резван Курбанов. Впервые о таких депутатах слышите. Ну и правильно, могли их разве что слышать в связи со стрельбой в офисе Вайлдберрис. Вот и Кадыров припоминает им именно эту, как он называет ее, бизнес-ситуацию. Я чеченец, я свое возвращаю домой. Это, видимо, про то, что отжать маркетплейс у Татьяны Бакальчук пока не удалось. И это очень бесит. Также глава Чечни обвинил упомянутых политиков в том, что они заказали его убийство. Ну или пытались заказать. Давайте сейчас обсудим эту ситуацию с правозащитником Мусой Ломаевым. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, нас все еще шокирует, надо признаться, выходки Кадырова. Особенно, когда они такие. И вот он говорит, что формулировка потрясающая. Я официально объявляю кровную месть. Вы можете нам объяснить, правильно ли мы понимаем, что вслед за этим, то есть кровная месть от Кадырова, должно последовать, не знаю что, убийство Керимова и депутатов этих? Обычно Рамзан Кадыров в узком кругу озвучивал то, что он публично озвучил на очередном пленарном заседании у себя там. Обычно это так произошло. Потом узнавали, как убивают того или иного человека. А потом долгое время следственные органы Российской Федерации искали заказчиков и вот дела не раскрывали. А сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Мы видим, что Рамзан Кадыров без купюр говорит как есть. То есть из приватной преседы он перешел на официальную. О нескольких вещах. Это говорит, если коротко сказать, то говорит, что эпоха правления и влияния Рамзана Кадырова как такового закон не заканчивается. Как это? Почему? Как этот вывод? Нам не очень понятно. Но такими делами касательно Москвы, касательно российских регионов, делами занимался обычно Адам Ханов. И он решал, кого убить, кого припугнуть, кого там покалечить или что-то в этом роде. А сегодня этим всем занимается сам лично Рамзан Кадыров. То есть получается, что либо Рамзан Кадыров потерял полное дело Делимханову, либо Делимханов, уже почувствовав, что вот нужно... Сделал так, что это дело, вот этот Wildberries, дело, оно не решилось Адаму Делимханову и вышло на такой уровень, где вот Рамзану Кадырову лично нужно присутствовать во всем этом. Или настолько, можно сказать, выразиться, жирный кусок пообещал или выложил уже Рамзану Кадырову, что Рамзан Кадыров лично должен присутствовать, ну, участвовать в этом, в этой разборке. И буквально вот яростно так объявлять кровную месть. Это вообще... Тут кровной мести так не работает. А если там, условно говоря, чтобы мы до конца это поняли, если завтра, послезавтра, через месяц скажут, что трагически погиб Керимов или кто-то вот из этих депутатов, которых он назвал, или, например, кто-то из их родственников пропал или что-то случилось, то есть прямо можно смело правоохранительным органам приходить к Кадырову и, очевидно, там искать корни случившегося. Потому что он это объявил официально. Скорее, мы хотим... Исколу пришел, вручил повестку Рамзану Кадырову, и чтобы обычные оперативники, рядовые, можно сказать, оперативники, дербанили в разнос, делали разнос Рамзану Кадырову. Мы этого не увидим, к сожалению. Рамзан Кадыров поверил в то, что он исключительная личность в системе Российской Федерации. Если до начала войны, крупномасштабной войны в Украине, ему позволялось многое, к нему могли привести губернаторы Украины, вы понимаете, какой уровень развивался вокруг Рамзана Кадырова? И Рамзан Кадыров в конечном итоге поверил в то, что он исключительная личность, он имеет право там угрожать или объявлять кровь, он иметь мутынип. Но война началась, и на этой войне ни в одном участке линии фронта, кроме как позорного бегства, кадыровская структура не отличилась. И это очень сильно дает эффект в российскую среду. То есть, если все это время Российская Федерация пугала свой народ кровожадными, ужасными кадыровцами, то сегодня эти россияне видят, как драпают, недоезжают и исчезают с линии фронта именно кадыровцы. Поняла вас. Спасибо большое, Муса, что пришли к нам прокомментировать эту ситуацию. Я напомню нашим зрителям, что у нас в эфире был правозащитник Муса Аломаев. А мы продолжим. И пока остаемся даже в рамках этой темы. Вот Муса упомянул Адама Делимханова. Кое-что еще про него добавлю. Все, что вы видели, происходилось на заседании, на совещании Кадырова с высокопоставленными чеченскими силовиками. На том же самом совещании глава Чечни поручил реализовать еще одну свою инициативу. Он решил отправлять на фронт жителей региона, которые совершили административное правонарушение. Пусть там показывают свою храбрость, дерзость и лихачество. Это цитата, сказал Кадыров. И поручил контроль над воплощением этой идеи депутату, дорогому брату, простите, Адаму Делимханову как раз. Вообще масштаб происходящей дичи сложно переоценить. Один из глав регионов обвиняет в том, что его заказали два депутата и сенатор, которым он в свою очередь объявляет кровную месть. Кровную месть, друзья! О чем преспокойно сообщает государственное информагентство ТАСС и прочие официальные СМИ. Ну и на таком фоне даже как-то никто и внимания не обращает на такие мелочи, что члены двух палат парламента делят бизнес с Кадыровым. Это точно нормальное занятие для депутатов и сенаторов. Ничего, что они вот прямо сейчас по закону должны сложить мандаты, а то и присесть хотя бы под домашний арест. Да нет, зачем? Давайте лучше нарушителей ПДД на фронт отправлять. Это был фрагмент программы «Воздух». Обязательно поставьте ему лайк, если вам понравилось, потому что именно так вы помогаете распространять наше видео в Ютьюбе. Обязательно подпишитесь на Ходорковский лайв, если до сих пор этого не сделали. Кстати, можно подписаться не только в Ютьюбе на нас, но и в Телеграм-канале. Там мы выкладываем все наши видео, да еще и в аудиоформате для вашего удобства.